Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и сегодня я с вами хотел бы поговорить о ситуации, которая происходит с Halo Infinite и о ситуации, которая происходит с подразделением Xbox уже давно. Но только вот почему-то именно сейчас игроки начинают что-то подразумевать. Перед началом видеоролика, как всегда, прожимайте лайкусик, подписывайтесь на канал и давайте поднажмем и поможем каналу добить 100к. Спасибо. Начну с того, что вы явно уже знаете всю историю с самым главным эксклюзивом Xbox, а именно с Halo Infinite, о том, как она создавалась, когда она вышла, какое вышло в итоге и так далее. И если нет, то я кратенько вам напомню. Проект анонсировался уже в далеком 2018 году на E3 и за период разработки проект оказывается столкнулся с множеством проблем, о которых не особо рассказывали. Руководители покидали студию, несколько переносов игры, довольно-таки спорный показ первого живого геймплея в трейлере и наконец-таки в 2021 году, хотя должна была выйти годом раньше, на старте Xbox Series она выходит в свет. Знаете, ко вселенной Halo я отношусь нейтрально, прям совсем. Я несколько раз пытался полюбить эту серию, да, окунулся вот в эту вот базу Xbox, но, ну никак, вот просто сердцу не прикажешь. Единственное, во что я зависал, так это мультиплеер Halo Guardians и Halo Infinite, то есть я там действительно сидел, действительно играл, мне действительно нравилось, но вот компания, лоры и так далее, ну вот чисто не мое. То, что выходит новая часть, мне было как минимум интересно за этим всем наблюдать, поскольку игру сдинули к началу продаж Xbox Series, это все-таки новое поколение, и интерес из-за этого только подогревался еще сильнее, ибо все-таки важно напомнить, что Halo это некий эксклюзивный флагман, ради которого и брали консоль Xbox. И честно, я ожидал некого большого рекламного байта, типа, ребята, посмотрите, какую эксклюзивную игру мы выпустили для вашей новой консоли, ведь это все-таки X, и он должен продавать многим консоль, но мои ожидания, все-таки мои проблемы. В начале, когда состоялся анонс, действительно все было хорошо, поскольку никого вообще не было сомнения о том, что проект выйдет какой-то не такой, ибо в то время Фил Спенсер, ну, наверное, и пал, кого только видел, и все думали, что это секс-машину, ну, просто не остановить. Ибо он создал геймпасс, поднял Xbox с колен, и скажу вам больше, настолько была репутация у всех этих событий, что игроки, даже при показе неудачного геймплейного трейлера, а басрам с которого признало само подразделение Xbox, просто как самураи отстаивали, что Halo все-таки топ, что надо было геймплей смотреть в 4К разрешении, тогда он будет лучше. В общем, на самом деле, фанбаза как только не верила в эту игру и не защищала ее. За это фанатам, кстати, реальный респект, ибо поддержка была просто ебейшая. И признаться, им это сделать отчасти удалось, и успокоить, мол, игра все-таки не вышла, давайте посмотрим итог, все это допилит, и так далее. Эта ситуация, на самом деле, тянулась, наверное, как раз-таки с первого показа геймплея, и точно до выхода. Я выпускал даже ролик об этой теме, что, ребята, с Halo что-то не так, посмотрите на эту ситуацию здраво. Ну, давайте, ребята, как бы опустим немного вот этот вот бестолковый фанатизм. Но я лишь столкнулся по большей части с обратным хейтом, что, мол, ты дурак, ты не шаришь, у Halo все зашибись, и это величайшая игра на свете, которая нагнет абсолютно все игры и шутеры. Типа Sony Boy сосать. Короче, вот полилась вся вот эта вот шняга, я такой, окей, все-таки игра не вышла, давайте реально посмотрим тогда, когда она выйдет. Знаете, забавно то, что тот факт, который произошел, он был еще абсурднее. Дело в том, что маркетологи и вообще подразделение Xbox на самом деле все-таки очень умело выдержало паузу и очень грамотно пиарнуло игру, что аж даже до выхода самой игры Halo Infinite стала победителем в номинации «Игра года», по мнению пользователей. То есть игра еще не вышла, был доступен либо там бета-мультиплеер, либо просто мультиплеер, но в номинации она уже победила. Класс. В целом фанаты Xbox и Halo, ну, ничего удивительного в этом не заметили, ибо они просто, просто были в предвкушении игры, их можно было понять. В общем, день X настал только тогда, когда игра все-таки вышла, в нее поиграли, кто-то там кайфанул, кто-то нет, и Microsoft всеми силами пыталась ее пиарнуть через бессмысленную статистику, типа, ребята, посмотрите сколько у нас игроков в Steam, посмотрите сколько игроков всего там в нашу игру поиграло. Но только мультиплеер по статистике просто по наклону бежал вниз, и это еще при том, что игра бесплатная. Кстати, очень забавный факт, что тогда, когда игра только выходит, и когда как раз-таки хвалят со статистикой, мол, ребята, посмотрите, в нашу игру поиграл вот столько человек, это типа нормально, это показатель. Но тогда, когда ты этот показатель, ну, показываешь через время, типа, ребят, смотрите, как бы люди не играют в эту игру, это уже не показатель. Как это работает, я не понимаю. На самом деле, я считаю, что проекту действительно очень повезло, что он оказался между двух шутеров, а именно Колды и Батлы, которые вышли в этом году такие себе. И Хэллы среди них выглядела действительно годной, ибо она нормально работала. Батла стоила 70 баксов, была недоделанной поделкой на саму себя же, без компании, ну а Колда просто подкачала сеттингом. В общем, время шло, игроки в Хэлла очень верили, ждали сезонов, кузницу, кооператива и прочих приблуд, в которых можно было развлечься в этой игре, но по факту все это должно было быть на старте, по идее. Но разработчики не особо спешили все это пополнять, еле-еле там делали какие-то новые карты, но самый бум, я бы сказал, терпение игроков лопнуло только тогда, когда они вот недавно провели очередную мини-презентацию, типа, чего ждет игроков. С этого стало известно, что новый сезон начнется лишь в следующем году, а именно в марте, сделают всего лишь две жалкие новые карты, в ноябре выпустят кузницу, чтобы разрабы напрочь, наверное, перестали делать какой-либо контент, игроки все-таки все сделали за них. И выпустят еще, по-моему, тоже в ноябре кооператив, в котором на экране у вас будет бегать 4 бессмысленных мастера чифа. И да, еще они под шумок отказались от локального кооператива, который обещали, который работает при помощи лайфхаков. Кто-то, может быть, конечно, попробует оправдать и это, но мне кажется, сейчас таких лишь единицы. В общем, твиттер бомбанул с движением Fire343, где требовали уволить всех бездарей к чертям собачьим. На самом деле, как я говорил в телеге, это закономерная штуковина, и виноваты здесь не только безрукие разработчики и, ну, горе руководителя, но еще и игроки. Да, как бы тупо это не звучало, но это действительно так. Кстати, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-аккаунт, где мы делаем маленькие подкастики, и в котором сейчас разыгрывается игра Dane Lays 2, поэтому ссылочки вы найдете под видео. Если вы внимательно слушали начало ролика, то должны были заметить, что игроки и в целом вся фан-база Halo очень сильно повлияла на эту ситуацию. Если же в начале фанаты и сообщества Xbox это делали во благо, ну, в некую защиту своего эксклюзивного проекта, то сейчас все это очень сильно негативно повлияло и на разработчиков, поскольку они поняли, что их так любят, что аудитория может ждать и жрать абсолютно все, что они подают. И мне кажется, что они явно не ожидали такой вот реакции, который сейчас. И в целом вы видите некоторые скриншоты из твиттера по этой ситуации. На мой взгляд, такого вот отношения они должны были получить в самом начале, но фан-база смотрела на эту игру через зеленые фан-пойские очки, и Свят верила, что у них все впереди. Я не зря понимаю на самом деле эту тему фольбы всего, чего связано с Xbox. Да, мы привыкли это делать, потому что это наша любимая платформа, у нас есть Аргентина, халява там, все дела, и мало кто хочет, чтобы это все прекращалось. Но как по мне, объективный взгляд на игру, а также аргументированный фидбэк на происходящее от игроков, отчасти может спасти проект. Если разработчики действительно слушают свое комьюнити, а многие действительно слушают, то за огромнейший хейт они, мне кажется, реально попытались бы что-то сделать, и же сделать это побыстрее. Я на 100% уверен, что они действительно быстрее бы зашвилили бы своими булками, если бы почти на старте от игроков они получили люлей за отсутствие кузницы и кооператива. Это знаете, как при первом показе Хейла, если бы народ не сбаламутился, ее бы выпустили бы ко старту Xbox Series и даже бы не парились, я вас уверяю. Если вдруг для вас эта история стала немножко очевидной, ну, немножко прозрачной, то я хотел бы вас призывать спасти и будущее проекта от Microsoft. Я прекрасно понимаю, что многие из вас верят Фила Спенсера, да, верите в победу Game Pass над чем-то, да, но если вы не снимите свои зеленые белебойские очки, и вы будете оправдывать абсолютно все вышедшие проекты от Microsoft, мы на самом деле и дальше будем получать вот такую халтуру, какие-то обещания наперед и точно не дождемся нормальных проектов. Просто когда аудитория принимает крайне тепло любой проект, даже плохо сделанный и сытся кипятком, ну, может быть даже ради рофла, да, до добра это все равно не доведет. Лично я, к сожалению, уже не особо верю Фила Спенсера как в офигенного руководителя подразделения, поскольку он просто всех ебал, в итоге все проебал, и если честно уже заебал, извините меня за это выражение. Игр от студии нет, подписка сейчас пополняется такими себе проектами, самый главный тайтл просто спустили в унитаз, а как говорится, дальше больше, если народ будет этому еще и радоваться и находить все время оправдания. И еще самое главное, на мой взгляд, проблема в том, что сейчас у компании нет смысла продавать Xbox вообще, им нужна продажа подписки, и если вы заметили, да, в последнее время от Фила и его команды нету каких-то новостей по развитию консоли. Это реально странно. Чтобы вы понимали, это не хейт, это просьба получить что-то лучшее, сделать качественнее, и если кто-то заведет тему, что вы, уважаемые, зажрались, и тот же показанный Старфид выглядит цасно, и игры, видите ли, вы просто стали делать не для нормизов, то можете дальше продолжать кушать, как и оправдывая это всеми возможными аргументами. По типу ребята, это разнообразие, игры так быстро не делаются, беседка всегда такой была. Но извините, а что остальные делают студию? Где триплые проекты один раз в квартал, как говорил Фил Спенсер? Кстати, насчет Старфилд, это тоже довольно-таки интересная тема, все вы знаете, что в следующем году выходит творение от беседки, конечно, никто не знает в начале года или в конце, но вроде как в 23-м. И на мой взгляд, ситуация практически повторяется точно так же, как и с Хейла. Спорный показ первого геймплея, перенос созначимой даты, очень спорные моменты в продвижении, если же Хейла говорили, что это типа амбициозный проект с супер-мега-движком на 10 лет вперед, то Старфилд сейчас немножко прощупывает свою почву под предлогом философской игры. И я уже на самом деле жажду, когда игроки будут ее защищать под предлогом, что эта игра не для всех, что мол, только будучи высокоинтеллектуальным игроком, можно будет понять истинный смысл Тодда Говарда. Конечно, я понимаю, что фанатов беседки много и реально проект от нее ценится и ожидается, но давайте будем честны, в новое поколение, когда игра не выпускается под старое, она выглядит как игра для начала восьмого поколения. Здорово, можно сказать, что она там разрабатывалась просто раньше, но вас как игроков должно это когда-либо волновать, если вы купили next-gen консоль. Как сказал чел на стриме, покупай сосиски о том, как жила хрюшка, тебе не интересует, и здесь должно быть то же самое. Конечно, об этой игре опять же нет смысла говорить сейчас, в том ключе, будто она вышла, но опять же игру мало показали, они не рассказывают, она должна была вот-вот выйти, в итоге перенос на 23 год. Разве вы не чувствуете, что с проектом вот что-то не так? Разве это не очевидно? Просто очередной перенос в нынешнее время, это воспринимается сейчас не как повод доделать игру, а как повод жидко не обосраться при релизе. Просто вспомните проекты, которые переносились, и вспомните из них, которые действительно вышли очень качественными, и вы поймете, о чем я имею ввиду. То, что у студии Иксбокса творческая свобода, которая должна была якобы пойти на пользу, то, к сожалению, эта творческая свобода, это тупо один из аргументов к тому, чтобы вы больше времени ковырялись в носу, и не спеша делали АБК свою работу, прикрываясь творчеством. Если бы Фил действительно был бы нормальным руководителем, он бы вряд ли допустил ту же ситуацию с Хейлом, это факт. Не находите оправдания, не хвалите проекты, которые действительно вышли очень странными. Смотрите на вещи объективно, и при помощи негодования по той или иной игре мы сможем повлиять на тот или иной проект. И когда все начинают благословлять проект ради рофла, то на самом деле это, опять же, добра не доводит. Ну вот опять же, посмотрите на ситуацию с Хейлом. По рофлили, можете взглянуть на результат. И в таких ситуациях на самом деле лучше не рофлить, а как раз таки реально выражать негодование, потому что мы платим за подписку, мы покупаем эти игры. А когда мы просто, я не знаю, защищаем лишь то, что выходит на Иксбокс, это не круто. Нам просто в эти игры потом играть. Конечно, я здесь всего немножко обобщаю, я, ну, прекрасно понимаю, но по-другому здесь не объяснить. И у меня почему-то складывается такое ощущение, что у многих есть какая-то, знаете, боязнь о том, что же подумают Сунибои. Типа, блин, чтобы они ничего не заподозрили, что игра говно, а давайте прикинемся, что она шедевр. Ну это же бред. Знаете, если вы действительно хотите играть в хорошие игры и хотите реально, чтобы Иксбокс стал лучше, то не оправдайте то, что показывают. А наоборот, выражайте свое недовольствие, чтобы те, кто это делали, подумали, а как бы вас заманить, а как бы вас приманить, чтобы вы все-таки заплатили. И, знаете, как говорится, новый олдовый, рыночек все порешает. На самом деле, действительно так, только участниками этого рынка являемся и мы с вами, и мы можем на это повлиять как раз-таки всеобщим негодованием. Как вы думаете, если бы с каждым годом покупали FIFA все меньше, неужели бы они делали прям, ну, прям такую же игру каждый год? Нет. Как вы думаете, если бы, например, мы перестали бы оформлять подписку, как вы думаете, она бы пополнялась какими-то нормальными проектами? Да, понимаете? А когда, я не знаю, проекты покупают, когда их благословляют, типа, вау, классно, какая же игра, хотя она не очень. Да, это и будут продолжать делать, потому что народу это нравится, потому что это пользуется спросом. Вот как только вы начнете, так скажем, не покупать плохие проекты, вы офигеете, как изменится игровая индустрия. Цель любого бизнеса – это деньги, и игровая индустрия – это тоже бизнес. И когда потребителям, а именно игрокам, не нравится продукт, они в него не играют и не покупают, это лишний повод компании задуматься, а почему так, а как сделать лучше, а как повысить продажи? Просто любая компания начнет что-то менять только тогда, когда ее не будут устраивать результаты, а на результаты влияют как раз-таки мы, простые игроки. Поэтому, ребята, я вас призываю все-таки быть объективными, смотреть на проекты здраво и не оправдывать, если вдруг проект вышел не очень, и даже если он эксклюзивный. Если вдруг вы согласны с моим мнением, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и большое спасибо вам за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok